Здравствуйте! Давайте подумаем, как мы можем представить выражение 1 2 умножить на 5. Это можно представить как сумму 5 половинок. 1 2 плюс 1 2 плюс 1 2 плюс 1 2 плюс 1 2 и плюс 1 2, что то же самое, что и 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1 делить на 2. И это равно 5 вторым. А можно посмотреть на это и с другой стороны? Можно начать с 5 целых. Нарисую это. Это 1 целая. Копирую и вставлю, чтобы они выглядели одинаково. Это 2 целые, 3 целые, 4 целые и 5 целых. У нас есть 5 целых, а нам нужна половина от этих 5 целых. Что представляет собой половина от 5 целых? У нас 5 целых. А 5 разделить на 2 – это 2,5. И мы получим вот столько, заштрихуя 1 целую, и еще 1 целую и половину. Это то же самое, что и 5 вторых. Давайте разделим все целые пополам. Разделим все целые пополам. И вместо 5 целых мы получим 10 половинок. Сколько таких половинок мы закрасили? Мы закрасили 1, 2, 3, 4, 5. Это тоже равняется 5 вторым. В самом начале мы произведение заменили суммой и нашли, чему равно это выражение. Но можно поступить и по-другому. Это выражение можно представить как произведение обыкновенных дробей. Представим пятерку как 5 первых. 1 вторая умножить на 5 первых. Перемножим числители. 1 умножить на 5. И перемножим знаменатели. 2 умножить на 1. 1 умножить на 5 – это 5. 2 умножить на 1 – это 2. И в ответе мы получили 5 вторых. На этом все. До скорых встреч!